Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Алтайском крае подожгли полутора годовалого ребенка. Кто решился на жестокое преступление? В Барнауле пенсионеров выселяют из квартиры, в которой они прожили 40 лет. Почему то, что гарантировала советская власть, перечеркнули современные чиновники? Я говорю, вы нас просто на улицу вы гоняете. На улицу, на мне подойти. Больше не самый толстый кот Бийска. Что случилось с известным котом Степаном, который своими формами покорил всю страну? Начнем выпуск с шокирующей новости. В Алтайском селе горе-мать подожгла свою полуторагодовалую дочь. Инцидент произошел в селе Урожайное Советского района. Его жительница, по данным регионального следкома, 20 февраля привезла своего ребенка к складским помещениям, облила горючей жидкостью и подожгла. От термических ожогов девочка погибла. Известно, что на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры. По данному факту возбуждено уголовное дело. И к следующей теме. С километровых дорожных заторов началось сегодняшнее утро для многих барнаульцев и жителей пригородных районов. В пробке на первом километре Чуйского тракта, это у подъезда к Барнаулу, водители провели долгое время. А все потому, что на одном из участков трассы с разницей в несколько минут произошли сразу две аварии. По предварительным данным, участниками первого ДТП стали три легковых автомобиля. Чуть позже на этом же дорожном участке столкнулись еще два. В авариях никто не пострадал, разве что машины. ДТП оформлены с материальным ущербом. Из-за столкновения авто у подъезда к Барнаулу образовалась большая пробка. Водители провели в заторе около часа. В одном из сел Косихинского района дети не могут играть в хоккей. Дорога в спортзал с искусственным льдом с приходом нового главы сельсовета теперь закрыта, говорят жители. И местный хоккей развивают активисты и волонтеры. Почему, узнавала Юлия Щепина. Егор, ты чем сейчас занимаешься? Прохожу полонзмейку. Еще месяц и Егор не сможет заниматься хоккеем. Лед растает и сезон для местной любительской команды закроется. При том, что в Налобихе есть искусственный лед в спортзале. Но уже полгода хоккеистам туда дорога закрыта. У нас метель, у нас открытого льда, в лучшем случае, три месяца. Что за три месяца можно детям дать? У нас куплены два льда искусственных, больших. На большой лед ставится панель скольжения, боссу. То есть дети до 13 лет должны, хоккей, кто понимает, должны укреплять связки свои. Не пойдет ребенок в катании, если у него слабые ноги. Сергей тренирует детей пять лет. Под его руководством малыши встают на коньки, старшие оттачивают навыки. Личное достижение взрастил восемь хоккеистов. Мечтаешь ли ты стать великим хоккеистом? Да. Что ты умеешь уже делать в хоккее? Косичку, задом кататься, и фонарик, и самокат. Расскажи немножко свои впечатления о тренере. Какой он? Он хороший, он всегда нам все объясняет хорошо. Самый лучший тренер. Однако лучшим его считают не все. Сейчас Сергей тренирует детей как волонтер. А прежде он работал в спортзале методистом по спорту, но вынужден был уволиться с приходом нового главы сельсовета Виктора Гасникова. По словам местных жителей, причина тому – личная неприязнь чиновника к тренеру. Кто тренер? Тренер я, Виктор Николаевич. У вас следы искусственные есть для детей. У вас еще документы есть тренера? Для детей. У меня есть. Я занимаюсь с детьми пять лет уже. Ну, так можно хоть десять заниматься. А кто вам сказал, что вы тренер-то? У меня есть сертификат специальности тренера. Сертификат – это диплома нет. Надо, чтобы диплом был, потом сертификат. Это ваша отговорка. Но жители на Лобихе объясняют, что у других тренеров тоже нет дипломов об образовании. А место методиста заняла родная сестра Виктора Николаевича. Я вас спросил на добровольной основе. Вот оно заявление у меня есть. Я вам на добровольную. Мне не нужны деньги. Я хочу, чтобы дети, которые со мной занимались, один день среда, вечер, один. Суббота пуста. Я до четырех часов уложусь. Ну, вы понимаете, с детьми заниматься – это ответственность. Давайте вместе все поднимать село, делать лучше жизнь. Зачем усложнять? Ну, есть время. Ну, дай ты время людям развиваться спортом, хоккеем, футболом или чем-то еще. К вопросу доступа к искусственному, считай, круглогодичному льду люди подключили депутатов. На их запрос о предоставлении времени для занятий ответа не последовало. Добавим, что в Налобихе регулярно проходят соревнования и товарищеские матчи между селами. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле пенсионеров выселяют из квартиры, в которой они прожили 40 лет. Семья Исаевых получила жилье от предприятий еще в советские годы. Все это время супруги спокойно жили и даже не подозревали, что на пенсии останутся ни с чем. Далее продолжим. Я говорю, вы нас просто на улицу выгоняете. На улицу нам некуда идти. Исаевы и не могли представить, что их будут выселять из квартиры, в которой они прожили 40 лет. В 83-м году Владимиру дали жилье от предприятия как почетному работнику. Мужчина был устроен сварщиком в ремонтно-строительном управлении при горосполкоме. Когда Владимир увольнялся, его заверили, что он может оставить квартиру за собой. И вот недавно семья узнает. Городской комитет ЖКХ направил иск о выселении Исаевых. Советская власть нам оставила эту квартиру. Мы и жили спокойно. И дело в том, что у нас ни у кого нет другого жилья. Прежние власти оставили это жилое помещение этому человеку. Прежние власти – это Совет народных депутатов. А новая власть в лице комитета ЖКХ решила просто выселить, лишить его жилья. Несмотря на то, что прежняя власть так не сделала. При этом на момент увольнения в квартире был прописан отец Владимира – инвалид, участник Великой Отечественной войны. По идее, если бы семью должны были выселить, то это произошло бы уже через месяц после увольнения, а не спустя 35 лет. К тому же Исаевым должны были предоставить другое жилье, так как в квартире проживал ветеран. Об этом говорит юрист семьи. Получается, Владимир был лишен права на иное помещение, а сейчас и вовсе лишается всего, как и все члены семьи. А сегодня в двушке на Гущино-160 помимо супругов Исаевых проживает их сын, маленькая внучка, зять, дочь, которая находится в положении. Сейчас пенсии едва хватает на квартплату, а съемной квартире не может быть и речи. Квартплата высокая, платить надо за что-то. Как? У меня пенсии 13 500, а высчитывают у меня 9 тысяч почти с пенсии. Мы подали документы как малоимущие, чтобы встать на жилье, раз нас отсюда выселяют. Нам отказали, мы не подходим под эту категорию. Раз у нас 13 100 выходит с ним на человека, это значит мы не малоимущие. Я говорю, а значит, чтобы купить квартиру, нам значит хватает этой пенсии. Сегодня суды всех инстанций проиграны. На руках решение Ленинского районного суда о выселении, и оно уже вступило в законную силу еще в мае прошлого года. Наши герои надеются, что власти все-таки не допустят того, чтобы пенсионеры, их семья, их несовершеннолетняя внучка остались на улице. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком. В Барнауле 23 февраля перекроют часть улицы Пушкина. С 6 утра до часу дня движение ограничат от проспекта Ленина до социалистического. Это связано с проведением праздничного мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Поэтому пассажирам нужно быть готовым к новой схеме движения общественного транспорта. Так, 20-й маршрут с проспекта Ленина будет поворачивать на Гоголя, а затем уже через социалистический на Пушкина. Автобусы маршрута в 47, 55 и 70 в сторону Красноармейского будут двигаться следующим образом. Социалистический Пушкин на Красноармейский. 109-й автобус также будет объезжать Пушкина по улице Гоголя. Просьба водителям и пассажирам быть внимательнее при выборе маршрута и заранее выбирать пути объезда. Малообеспеченные жители Алтайского края могут получить до 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса в рамках социального контракта. Государственную меру поддержки реализуют в регионе уже четвертый год. За это время она нашла большую отклику населения. На бизнес рельсов стало 18 тысяч человек. Как получить денежную помощь и жизнь, не зависящую от работодателя, узнала Валентина Аскерова. Михаил Филиппов называет себя будущим предпринимателем, фотографом, видеографом. И в своих бизнес-начинаниях молодой человек рассчитывает на поддержку государства в 350 тысяч рублей. Я хочу взять для видеосъемки камеру, для фотосъемки. Это хотя бы какой-то старт, а там дальше можно развиваться, что-то делать. То есть докупать еще оборудование, развиваться, допустим, аэросъемку покупать. Уже 4 года в Алтайском крае можно получить денежную помощь на развитие бизнеса. Ее раздают в рамках социального контракта – специальные меры государственной поддержки. Финансовую помощь могут получить малообеспеченные жители. Среднедушевой доход на него и на каждого члена его семьи, если речь идет о семье, ниже одного прожиточного минимума. Семья из двух человек, и один получает 20 тысяч, другой ничего не получает, но он имеет. Да, могу привести пример. Мама с ребенком, мама швея, организовали ателье по ремонту. Ребенок уже такой, будучи близкий к совершеннолетию, осуществляет там помощь какую-то, да, и таким образом ателье у них работает. По словам специалистов, за последний год желающих работать на себя становится больше. Ну а тех, кто готов стать предпринимателем, требует полного понимания своего дела, то есть бизнес-плана. Его нужно предоставить в отделение судзащиты по месту жительства. Там формирована комиссия, которая рассматривает как раз такие бизнес-планы. В состав комиссии входит обязательно представитель администрации города или района, представители бизнес-сообщества. То есть та компетентная среда, которая действительно могут сказать, что вот в вашем конкретно случае, ваш бизнес-план, да, действительно, он даст какую-то положительную динамику и эффект экономический. Те, кто хочет, но не знает, как ждут опытные предприниматели. Мы консультируем именно по финансовой части, по разработке бизнес-плана. На данный момент тоже у нас идет однодневный тренинг по бизнес-плану, бизнес-план для социального контракта. Вот сегодня 33 участника считают свои проекты и вот при сопровождении наших консультантов уже делают качественные расчеты, с которыми они дальше уже могут запускать свои проекты. За три года существования государственной меры поддержки в Край оформили больше трех тысяч социальных контрактов на открытие своего дела. В 2023 году федерация направила в Алтайский край свыше миллиарда рублей. В региональном министерстве соцзащиты намерены оформить не меньше 12 тысяч социальных контрактов, среди которых не только открытие бизнеса, но и поиск работы и создание ЛПХ. Когда дело жизни открыто, чиновники напоминают про отчетность, покупать лишь то, что заявляли в бизнес-плане. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Открыли сезон. Более 6 миллионов рублей составил товарооборот первых с начала года продовольственных ярмарок в Барнауле. Одно из них посетил даже глава города Вячеслав Франк. Почему ярмарки выходного дня так привлекательны для жителей города, смотрите в нашем сюжете. Они всегда притягивают тысячи покупателей. Первые в сезоне продуктовые ярмарки. В этот раз торговля идет на шести городских площадках. Это более 130 товаропроизводителей города и районов края. Большим спросом здесь пользуются мясо, колбасы, рыба. Также представлены кондитерские изделия, мед, овощи, сухофрукты и другие товары. Все это можно купить по ценам, которые в разы ниже, чем в магазинах, потому что на ярмарке привлекаются фермерские хозяйства, товаропроизводители и оптовые предприятия. Всего товарооборот первых субботних ярмарок в Барнауле составил более 6 миллионов рублей. Открывается у нас сезон ярмарочный в городе Барнауле. Цены на ярмарках ниже от 8 до 40 процентов по разным категориям товара. В целом по году у нас проведет 19 ярмарочных мероприятий, 10 из них это весенний сезон, 9 мы проведем в осенний период. Попасть на следующую продовольственную ярмарку выходного дня можно будет 4 марта. Ярмарки будут работать с 10 до 14 часов на 6 площадках. Проспект Ленина, 71, улица 50 лет СССР, 51А, площадь Народная, улица Германа Титова, 9, проспект Красноармейский, 36. И улица Чайковского, 21А. Ирина Корчегина, День с толком. Из столицы Алтайского края в Донбасс отправили 20 тонн бутилированной воды. Гуманитарную помощь оказало Барнаульское предприятие социальной стратегии развития. Подробнее в сюжете. В путь длиной почти в 4000 километров грузят продукцию на известном барнаульском заводе. Его руководство в преддверии Дня защитника Отечества решило отправить в зону СВО самый ценный продукт. Мы помогаем нашему, можно сказать, уже российскому населению в Донецкой Народной Республике и отправляем гуманитарный груз в воду жителям, которые сейчас там находятся в очень непростой ситуации, ну и нашим бойцам на передовой. И мы надеемся, что, может, даже наши бойцы с Алтайского края, увидев вот этикетку «Алтайский источник», ну как-то тоже проникнутся и на душе станет повеселее. Для удобства воду отправляют в тарах разного размера. У нас где-то процентов 70 там это 5-литровые бутылки и процентов 30, значит, бутылированные полтора литровые бутылки для того, чтобы, ну это для удобства, либо бойцу взять с собой, либо, допустим, населению, кто-то там берет 5-литровую бутылку приготовить там и так далее, а просто попить, пожалуйста, полторашка. Общий вес гуманитарного груза – 20 тонн. Вода барнаульского производства, говорит водитель фуры, прибудет в Донецк до конца этой недели. Вы рассчитываете, когда приехать? Ну, 24-го. Все зависит от погоды. У нас горы впереди, Урал. Если первый гуманитарный рейс завершится благополучно, оказывать помощь населению зоны СВО завод планирует регулярно. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Герои спецоперации. Именно так называется выставка графических новелл, посвященная подвигам героев СВО. Среди них и портрет нашего соотечественника. В минувшие выходные состоялось торжественное открытие выставки. Подробности у Юлии Щепиной. Алтайский край – первый регион России, который представил жителям проект Герои спецоперации. Здесь портреты и подвиги 16 героев России. 13 из них награждены посмертно. О жизни и подвиге героев повествуют короткие новеллы. Сами сюжеты были отрисованы студентами университета Синергия. Собственно, сами студенты выступили инициаторами создания этих сюжетов именно в графических новеллах. А университет и преподаватели поддержали и придали им должную форму, образы, которые вы можете увидеть уже у нас. Всего за полгода студенты отрисовали 24 новеллы. На выставке же представлено 15. 16-й портрет Олега Шипицына. Нашего соотечественника из Рубцовска отрисовали не так давно и отправили к нам в краевую столицу. Накануне в галерею приезжал его брат и поделился историей бойца. В составе пяти человек на военной технике он ехал на спецзадание, где они попали в засаду. Трое человек сразу погибло. Двое из них дали боевикам бой. Бой они вели до последнего патрона, когда осталось всего две гранаты. Олег Александрович притворился погибшим. И когда боевики подошли к нему, развернув ее, он активировал две гранаты, таким образом подзорвав себя и их. Новеллу о подвиге Олега Шипицына планируют отрисовать в ближайшее время. Это история о реальных людях и реальных подвигах. Иллюстрации создавали на основе портретов бойцов, а сюжеты и диалоги с рассказов самих героев и их сослуживцев. Увидеть и познакомиться со всеми историями можно на сайте героиспецоперации.рф. Я считаю, что важно знакомить с современными героями нашего общества, детей в том числе, подростков. Потому что это все-таки тот же самый патриотизм, чтобы наши дети знали героев в лицо. Открытие выставки посетило около ста человек. Экспозиция работает для всех желающих до конца месяца. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Толстый кот Степан Избийска сильно похудел. Речь идет о Степе, который три года назад покорил наши сердца и стал знаменитым на всю страну благодаря своим аппетитным телесам. О нем рассказывали на федеральных каналах. Да что там, даже наш материал о Степане набрал около миллиона просмотров на ютубе. Толстяка даже трижды пытались похитить. Его узнают. Люди идут и просят меня Степу нам то к окошку, то погладить. С детьми идут. Все знают тут, все его просят, чтобы вывезти. Так пушистый выглядел еще совсем недавно. В Степане было 20 килограммов. К сожалению, стало известно, что у Степы обнаружили рак. Уже долгое время кот борется с лимфомой. Степушка, вот он выглядывает. Степа, как ты поживаешь? Степушка хороший. Какой ты хороший. Местная жительница Ирина, которая часто заходит в гости к Степану и его хозяйке, передает, что несмотря ни на что Степан не теряет интереса к жизни. Кот продолжает выходить на улицу, радовать подписчиков и жителей двора. Когти могут биться в ногу, но нога, поверь мне, сердце. Кошки так не ранят, как людишки иногда. Теплый кот меня утешит, ляжет на больное место. И усну я, обнимая теплого кота. Что ж, завершим выпуск на такой ноте. Пожелаем Степану и его хозяйке здоровья и долгих лет жизни. Ну а у меня на этом все. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова